Со временем всё в нашем мире приходит к своему концу. Планета, на которой мы живём, не является исключением, и когда-нибудь мы полностью израсходуем все её природные ресурсы. Тогда единственной темой, которая будет волновать человечество, станет поиск новых, доступных для жизни планет. И сегодня нам уже известно несколько претендентов. Как правило, объекты в зоне обитаемости отдалены от нас на несколько десятков или сотен световых лет. Однако совсем недавно учёные обнаружили ещё одну экзопланету, которая расположилась на рекордно близком к нам расстоянии – 4,22 световых года. Этот объект находится рядом с самой близкой звездой к Солнечной системе и имеет название Проксима Центавра Би. Место, в котором расположилась эта экзопланета, многим хорошо известно. Им является тройная звёздная система – Альфа Центавра. Система состоит из трёх компонентов, два из которых видны как единый объект, который мы можем назвать одной из самых ярких точек на нашем небе. Их название – Альфа Центавра А и Альфа Центавра Би. Третьим компонентом является незаметный красный карлик под названием Альфа Центавра Си, который и привлёк внимание учёных. Первые два компонента системы слишком близки друг к другу, а третий почти незаметен, из-за чего очень часто о всех трёх объектах говорят как о единой звезде. В некоторых местах на нашей планете Альфа Центавра никогда не заходит за горизонт, и увидеть невооружённым глазом её можно в таких городах, как Буэнос-Айрес, Сидней или Мельбурн. Первые два компонента системы очень близки по своим характеристикам к нашему Солнцу. Например, Альфа Центавра А стала первой звездой, для которой удалось провести прямое наблюдение атмосферы, в результате которого был обнаружен тонкий холодный слой. что указало на схожесть с главным светилом нашей Земли. Возраст системы Альфа Центавра оценивается в 6 миллиардов лет, что превышает возраст Солнца практически на полтора миллиарда. Звёзды A и B вращаются по эллиптической орбите вокруг общего центра масс, а период их обращения составляет 79,91 года. Третий компонент системы, который ещё называют Проксима Центавра, находится примерно в 0,21 светового года от первых двух центральных звёзд и имеет период обращения вокруг них, который составляет примерно 500 тысяч лет. Проксима Центавра расположена на расстоянии в 4,24 светового года от Земли, что в 270 тысяч раз больше расстояния между Землёй и Солнцем. Из этого следует, что её фактический диаметр примерно в 7 раз меньше диаметра нашей звезды и только в полтора раза больше диаметра Юпитера. Как и многие другие красные карлики, эта звезда является вспыхивающей, причём во время вспышек её яркость возрастает в несколько раз. Это может указывать на длительное существование этого объекта. Открытие Проксима Центавра произошло ещё в 1915 году, когда английский астроном Роберт Инесс обнаружил звезду, имеющую такое же собственное движение, как и два других объекта в этой же системе. Он предложил назвать её Проксима Центавра, что означало «ближайшее». В 1998 году спектрограф космического телескопа Хаббл обнаружил планету на расстоянии в 0,5 астрономических единиц от Проксима Центавра. Но последующие поиски не подтвердили данного результата. Только 24 августа 2016 года Европейская Южная обсерватория подтвердила сведения о существовании землеподобной планеты в обитаемой зоне этой звезды, которую и назвали Проксима Центавра Би. Первое указание на реальное существование этой планеты было получено группой под руководством финского астронома Микка Туоми в 2013 году, во время разбора архивных данных, приобретённых с помощью двух спектрографов Харпс и Ювс. Чтобы подтвердить возможность обнаружения новой экзопланеты, в январе 2016 года Европейская Южная обсерватория запустила кампанию, получившую название «Бледно-красная точка». Спустя несколько месяцев, 24 августа 2016 года, существование Проксимы Центавры Би было официально подтверждено группой астрономов под руководством испанского учёного Гилема Англода Эскуде и объявлено сотрудниками Европейской Южной обсерватории. Планета была обнаружена методом радиальных скоростей, при котором периодическое смещение спектральных линий, обусловленное эффектом Доплера, позволяет определить наличие планеты на орбите вокруг звезды. Проксима Центавра Би оказалась ближайшей известной нам экзопланетой. Планета вращается на расстоянии 7,3 миллиона километров от Проксимы Центавра и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 11,2 земных суток. Даже несмотря на такое близкое расстояние из-за слабой светимости звезды, планета получает как раз такое количество тепла, чтобы вода на её поверхности могла существовать в виде жидкости и не замерзать в вечной льды. Минимальная масса этой планеты равна 1,27 массам Земли. Если же допустить, что у Проксимы Би имеется каменистый состав и плотность, которая равна земной, то её минимальный радиус будет равен 1,1 радиуса нашей планеты. Проксима Би получает от своей родительской звезды примерно 65% света, который Земля получает от Солнца, и имеет равновесную температуру поверхности, равную 234 Кельвинам или минус 39 градусам по Цельсию. Пару лет назад этот двойник Земли мог показаться учёным настоящей находкой, на которой наконец-таки будет найден соседствующий живой организм. Но если бы признаки жизни на этой планете действительно были бы обнаружены, вероятнее всего вы увидели бы ролик на нашем канале совсем под другим заголовком. На данный момент учёные не могут точно сказать, является ли эта планета пригодной для жизни. Согласно сегодняшним оценкам, из-за отсутствия магнитного поля Проксима Центавра Би получает в 60 раз больше высокоэнергетического излучения и в 400 раз больше рентгеновского, чем наша Земля. Такие показатели теоретически допускают возможность существования биосферы, которая использует биологическую флуоресценцию как защитный механизм от вспышек ультрафиолетового излучения. Данное явление известно среди некоторых видов коралловых полипов и может наблюдаться на экзопланетах, обращающихся вокруг активных звёзд. Однако на следующий год после открытия историю этой планеты омрачило печальное событие. В марте 2017 года с помощью радиотелескопа Atacama Large Millimeter Array астрономы зарегистрировали мощную вспышку на Проксиме Центавре. Яркость родительской звезды за 10 секунд увеличилась в тысячу раз. В результате этой вспышки Проксима Центавра Би должна была получить огромную дозу радиации. Если на этой планете существовала биосфера, это было для неё смертельным событием. Учёные считают, что многочисленное повторение подобных явлений могло бы полностью лишить эту экзопланету атмосферы и сделать её поверхность абсолютно безжизненной. Однако следует отметить, что наличие механизмов радиационной устойчивости у таких микроорганизмов, как Deinococcus radiodurans, позволяет надеяться на возможную эволюцию гипотетической жизни на этой планете. Но на этом история данной системы ещё не заканчивается. В 2019 году астрономами из Туринской обсерватории было сообщено об открытии ещё одного кандидата в экзопланеты рядом с этой звездой. Объект получил название Проксима Центавра Си и гипотетически может иметь массу, как минимум в шесть раз превышающую массу Земли. На данный момент предполагается, что система Альфа Центавра станет одной из первых целей для межзвёздных полётов. Уже в 2016 году было заявлено о начале подготовки полёта наноспутника на лазерных парусах, который направится на Альфа Центавру и сможет преодолеть расстояние до ближайшей звезды за 15 лет. Проект называется Breakthrough Starshot, и помимо достижения планируемой цели, первоначально учёные хотят доказать саму возможность реализации концепции, лежащей в основе такого полёта. Но пока нам рано делать какие-либо выводы. Многие считают наличие жизни на других планетах невозможным из-за необходимости в сочетании слишком многих космических факторов. Однако большая часть учёных не согласна мириться с этим выводом, и именно поэтому поиск экзопланет до сих пор продолжается. Рано или поздно наступит то время, когда нам будет достаточно просто посмотреть в телескоп, чтобы понять, есть ли на выбранной планете развивающаяся жизнь. И тогда тайны загадочных экзопланет наконец-то раскроются. Если же, когда это произойдёт, мы действительно ничего не обнаружим, нам останется только ещё раз с уверенностью сказать, что с Землёй нам необычайно повезло. Субтитры сделал DimaTorzok